В поисках Атлантиды можно заплыть на самые неведомые глубины. Команда город Пятигорск представляет сказку «Русалочка». АПЛОДИСМЕНТЫ Морской дьявол! А-а-а! Морской дьявол! АПЛОДИСМЕНТЫ Да, русалка я! Русалкой быть, как эта участь тяжела, Тяжелой быть русалкой ноша небосильная. Мужчины видят лишь, что я наполовину чешуя. Но килограмм на пятьдесят я все же женщина. Где же ты, любимый принц мой? Помогите! Тонул! Вот он, мужчина моей мечты. Вот он, ребята! АПЛОДИСМЕНТЫ Мужик! Мужик здоровенный! АПЛОДИСМЕНТЫ Наконец-то-ки ты очнулся, принц! Я так долго тебя ждала! Купидон! Тихо, тихо, тихо! Спокойно, не двигаемся! Тихо! Беги, мужик, потом отблагодаришь! А-а-а! Морской дьявол! АПЛОДИСМЕНТЫ Я найду тебя, принц! И тебя, Купидон! Ну, чё ты орёшь? А-а-а! Привет, ведьма! Привет на себя посмотри! Послушай, мне очень-очень нужны ноги. Ой, ну есть у меня ноги, но взамен тебе придётся отдать мне свой голос. А-а-а! А как же я пойду голосовать на выборы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я социально-активная русалка. Я чё, тебе ногу в урну буду сувать, что ли, а? Ну, хорошо, тогда тысяча долларов. Сколько? Да ну их знаешь куда. А с установкой полторы. Ты опять? Слушай, вот меня эти дайверы веселят, а, честно с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А как тебе ведьма на ладошке, а? Это кто? Андрюха Макаревич. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хочешь прикол покажу? А-а-а-а-а-а-а. Да ладно, ладно, ладно. Ты б мне хоть эту фотографию привез. Я говорю, хоть эту фотографию бы принес. Ладно, Андрю, давай, до встречи. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Теперь с тобой. Ноги придержи, деньги я найду. Шаг. Здравствуйте. Я слышал, вам нужны деньги? Да. Но взамен мне нужен ваш голос. Вы что, сговорили что ли все, а? Вы кто? Я Михаил Прохоров. А зачем вам деньги? Я хочу сделать ноги, стать красивой и завоевать сердце принца. На что вы надеетесь, русалка? А вы на что, Прохоров? В итоге, мужика нет, денег нет, я толстая. Как бы на моем месте поступил человек. Дельфин русалку полюбил, глубоко трепет на любовь. Дельфин русалку полюбил, дельфин русалку полюбил. Ну что, нашла деньги? Не нашла я ничего. Ты что, пьяная что ли? Да я пиво с рыбой пила. Не, я-то еще ничего, рыба в хлам вообще. Ну что ты убиваешь, слушай, что убиваться? Зачем тебе вообще принц? Что ты себе в море никого не найдешь, что ли? Со мной морской тюлень живет по принуждению. Приходит он ко мне по моему хотенью. Стирает, убирает, постель мне заправляет. Жизнь показала, что тюлень олень. А мне, мне нужен настоящий мужчина, понимаешь? Да посмотри ты на себя, русалка. Тебе нужен русал. Точно, русал. Ну вот. Русский алюминий, контрольный пакет акций. Это ж у меня столько бабла будет. Все принцы мои, мамни горюй. Руся, ты хор, давай, честное слово. Слушай, я тебя очень прошу, дай мне ноги. Ну нет уже. Остались только вон левая 36-го, правая 42-го размера. А как это? Сборная России по футболу приходила. Все ноги разобрали. Я им главное говорю, ребята, меряйте, меряйте. Нет, похватали, побежали. Довольные. Ну я не знаю, ну давай хотя бы эти. Ох, русалка, как ведьма я тебя, конечно, ненавижу, но как баба, понимаю. Бери. Ну че, как? Ой, ничего, слышу, удобно, да. Значит, сейчас соберись. Ага. Грудь вперед, плечи назад, подбородок приподнятый, взгляд акулы перед броском и от бедра. Пошла теперь одна, пошла, пошла. Вот так, нормально? Нормально. Вот хорошо, а? Принц, я иду к тебе. Суша, два часа спустя, полицейский участок. Где вы работаете? Я принц. Принцы не работают. Слышь, Петрович, ты походу принц. С вами фамилия, имя, отчество? Русалка Атлантида Тритоновна. Зачем вы топили потерпевшего? Я его не топила, его хотела с родителями познакомить. Вы кто? Купидон. Зачем вам лук и стрелы? В людей стрелять. Слышь, Петрович, ты походу еще и Купидон. Что вы делали в 4 утра на набережной? Ну я же вам уже говорил, занимался любовью. Я имею ввиду до нападения. Целовались мы. Неправда. Я б тебя в жизни не поцеловал. У тебя усы. Это у меня от бабушки, а она у меня сом. Да как ты не поймешь? Не люблю я тебя. Ну, мужчины, ну что вы за народ-то такой, а? Если у женщины усы и хвост, ну что, ее теперь не любить? А мы, между прочим, ради вас и в огонь, и в воду, и на край света. Вот я ради тебя такой путь проделала. А ты мне говоришь, что не любишь. Вот что, скажи мне, что мне теперь с этим делать? Я говорю, что мне теперь с этим делать, а? Так и Руселочка нашла свою любовь. Все мы с вами знаем, что в художественных фильмах многое приукрашивают. Вот и знаменитая сцена свидания Штирлица с женой, которую он не видел 10 лет в жизни, должна была выглядеть немного по-другому. Руселочка нашла свою любовь. Руселочка нашла свою любовь. Руселочка нашла свою любовь. Руселочка нашла свою любовь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Любимому фильму всех российских семей посвящается... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Женщина! Что вы здесь делаете? Почему вы передвинули мебель? Почему мама поставила чужие тарелки? Сама в шоке. Обычно, когда гости, мама чужие тарелки прячет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Город Москва! Да, деточка, Москва! Город больших возможностей! А это Пятигорск! Город больших потребностей! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Так, подождите. Как Пятигорск? Так. Каждый год мы с мужиками ходим в баню. Везет. Я в бане с мужиками лететь не была. АПЛОДИСМЕНТЫ Я все понял. Я должен был лететь в Петербург, а прилетел в Пятигорск. Дошло все-таки. Что дошло? Письмо. Деду Морозу. Какому Деду Морозу? Ирке, подруге моя, она в Домодедово в кассах работает. Надо ей Магарыч поставить. Так, верните мой паспорт. Меня дома мама ждет. А у меня мама внуков ждет. Вот, кстати, она. Мам, зачем ты передразниваешь Диму? Ну, не люблю я ее. Где Ипполит? Мам, ты что? Ты же знаешь, я уже 10 лет как вдова. Мам, зачем ты передразниваешь Ипполита? Тебе не угодишь. Че ты так рано пришла? Да там соседи уже тарелок хватились. Пойду к другим соседям. Хочешь меня? Нет. А есть хочешь? Да. А связь улавливаешь? Ладно, садись, ешь. Какая гадость, это ваша заливная рыба? Чего? Я хотел сказать, радость, 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 это ваша заливная рыба. Чего? Еще брешет мне, как будто я не знаю, что это гадость. Алло, мужчина, помогите. Я в Пятигорске с незнакомой женщиной в квартире, что мне делать? Дружище, да с кем не бывает. Ты принимай наш препарат, там 10 капсул, надолго хватит. Че, восьмерку забыл набрать, да? Женечка, а давайте потанцуем. Надя, а вы мне поначалу так не понравились. А сейчас? А сейчас начало. Наденька! Менты! Ну, показывай. Вот, знакомьтесь, это мой жених. А я не жених, я заложник. Собака лаяла над дядью фраера. Стыдно, молодой человек. Женщина от одиночества на стену лезет. А он шутки шутит. Пойдем, пусть сами разбираются. Пошли. Надя, из-за, под, над, в... Перестаньте искать предлог, чтобы уйти. Если вы решили, что это не судьба, уходите. Опять метель И мается былое в темноте Господи, Надя, вы поете голос Амалы Пугачевой. Ага. А ты в два раза моложе меня. Я же говорю, это судьба! Ты че стоишь, давай объявляй. В жизни каждой актрисы наступает закат карьеры. Ту-ту-ту! Каркаешь стоишь мне. Итак, представьте, театр юного зрителя «Гримёрка». Да, да, да. Ольга Александровна, здравствуйте. Денис Леонидович, здравствуйте, голубчик. Ольга Александровна, у меня к вам неприятный разговор. Что случилось? Вы 20 лет работаете у нас в театре. 20 лет, да. Мне тяжело об этом говорить, Ну, пришло время нам с вами... Не продолжайте, это театр. И у меня свои законы. Ну что ж, секс так секс. А какой секс? Я хотел сказать, что мы вас увольняем, потому что вы пьёте перед выступлениями. Ну, это чтобы войти в образ, передать характер. Бред какой-то. Знаешь, как сеньора Помидора подменить, так Ольга Александровна. А как женщина, можно сказать, одинокая 50 грамм котичку перед выступлением. Так Ольга Александровна! Хоть поверьте, хоть проверьте. Так всё, вы уволены! Вы не можете меня уволить, я прима этого театра. Вы меня, конечно, простите, но у вас от примы только кашель и табак в карманах. А как же дети? А это всё ради них. Вы же когда дюймовочку играете, детям жалко жабу! Молились ли вы на ночь, Денис Леонидович? Чего? Помогите! Вау, женщина! Кавказ, кто удержится вместе? Кавказ, кто удержится вместе? Я тебя предупреждал. Слушай, Камикадзе, чё ты ходишь к нам? Зачем ты его душишь? Да это КВН, тут всё условно. Ну, понарошку, понимаешь? Я не позволю так с ними обращаться. Слушай, как тебя? Мурат. Мурат, ты кто по жизни? Я чабан Баранов послал. Послушайте, коллега. Вот вы как своим баранам объясняете, допустим, дорогу, допустим, дорогу к морю? Никак, я их палкой гоню. Ко мне какие претензии? Ба-а-а. 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 Я задумалась, что? Я говорю, мы не бараны! 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 значит вы с ним заодно да хорошо я вам устрою вы команда она без вас никто вот ребята это сцена и на ней вы будете стоять что просто стоять ну почему же просто конкретно ты девочка будешь иногда лежать это команда ковен город пятигорск как это ну раньше это была команда ковен город пятигорск а теперь это команда ковен город пятигорск как ты можешь так с нами поступать ты же говорила ты к нам как мать относишься а мы неблагополучная семья так что оставайтесь со своим защитником овечества что ты сказала у него нож слушай ты меня достал у господи она снимает часы ну и че вот это ты часы снимаешь что произошло а ты кинжал достал чё дальше я женщин не бью это святой обычай слушайте ребят давайте его к себе возьмем будет меня на руках носить скажем обычай такой а мурат мы приглашаем тебя в квн да не нужен не ваш квн так подожди это обычай если горца пригласили в квн он должен посвятить этому всю свою жизнь мне не веришь у гусмана спроси ну что договорились договорились все мы знаем миф о ясоне и золотом руне но о том что было после его возвращения история умалчивает бодулай вернулся да что там я вон ясон вернулся ясон вернулся привет люди привет ясон ну рассказывайте как дела мы не писали тебе не хотели тебя расстраивать дождалась тебя мидея мидея ясон дорогая не льсти мне изменил тебя поход ну что ты на меня наезжаешь видишь как люди рады моему приезду я тебе умоляю они всегда реагируют на слова с такой интонацией вот смотри кошка сдохла кошка сдохла по домам тебя 20 лет не было у тебя совесть есть я два года без секса ищите друг друга несмотря ни на что спасибо спасибо нашелся уже что это такое это руно какое руно золотое органалты ты че дурак ну ты же сама мне сказала иди возвращайся с руном с руном да я тебе говорила без руна не возвращайся а ну значит мы друг друга неправильно поняли ты мне лучше вот что скажи изменяла мне когда ты за руном уехал я посвечала мужика он к дому нашему подъехал на мерседесе ссылка и я бегу к нему навстречу а он бежит от меня прочь но все же я его догнала и теперь у тебя дочь да как ты не поймешь не могу я сидеть на одном месте понимаешь я не чистый грек у меня в крови цыгане монголы амфетамины мне нужно двигаться вот говорила мне мама что ты кретин причем это твоя мама говорила ну куда ты афродита богиня моя именно тебе я и посвятил свой подвиг так стоп кому ты посвятил свой подвиг здрасте здравствуйте сейчас я вам ноги ломать буду вообще-то я бессмертная и вечная ой я совсем забыла она же бессмертная и вечная ну ничего ты вечно хромать у меня будешь а ты знаешь что тебе за это зевс сделает зевс моя золотая золотая органа да сиди ты после того как зевс меня молнией ударил я два раза битву экстрасенсов выиграла и вижу я бежать тебе надо дорогая я все объясню так вот значит кому ты посвящал свои подвиги а я как верная жена 8 из 20 тебя ждала все ну успокойся ну что мне для тебя сделать я люблю тебя вот ты дурак ясон и боги твои полудурки что ты сказала я сказала боги полудурки послушай женщина в следующий раз что говори внятней девочки ну давай показывай да чё показывать вон оно сидит слушай ну хорош как звать и болит тань ты больная ясон муж мой слушай ну 20 лет прошло изменился наверное это не слава богу идиотом был идиотом остался чё не верите о гляньте кать у тебя какое кольцо золотое золотое органалты ой а я смотрю на тебя все на подвиги порвается ой да порывается ясон на подвиги опять отправится жена с детьми опять одна останется и на прощанье я подзову его я обниму его потом прижму его приподниму его от ран полученных ясон скончается на подвиги он собрался ой не говори за этими мужиками глаз да глаз слыхали Прометей в забой ушел то есть орла не стал дожидаться сам свою печень начал клевать постой паровоз не стучите колеса канаду кентавр кто с тобой это сделал боги бери выше ржд девочки девочки вагунчик тронется вагунчик тронется так в принципе ничего просто в тамбуре на курина как человек то я за а как лошадь против да какая я теперь лошадь пойду я на Олимп да нет я на Владивосток да они на этом Олимпичу хотят то и творят да я вообще слышала что на самом деле всем правит посейдон А не Зевс. Да ты что? Ой, девочки, бог с ней, с этой политикой. Ну ладно, поздно уже, мы побежали. Пока. Ну что, герой, ты меня еще и перед своими подругами позорить будешь? Все, мне это надоело, я ухожу от тебя. Ты уходишь к этой горгоне? Не, я к Афродитке. Ой, дети, идите сюда. Гляньте, что ваш папка учудил. Ах ты, паразит-то ты такой. Ну, мам. Мам, конечно, мать дура. Мать плохая. Лаврик, ты пегасов покормил. АПЛОДИСМЕНТЫ Хватит! О, боги! Да когда же все это закончится? Вот видите, проходят года, столетия, а конфликт между мужчиной и женщиной не меняется. Ну, смотрит он футбол, пьет пиво, лежа на диване. Ну, подойди ты рядышком, присядь, подлей ему пивка. И вместе с ним закричи гол! И ты не заметишь, как он будет рядом стоять с тобой на кухне и готовить с тобой вкусный обед. А вечером он пригласит тебя прогуляться по аллее. И вы вновь будете признаваться друг другу в любви. Добить их надо! Друзья, все мы с вами с нетерпением ждем лето, чтобы отдохнуть от работы. Но есть люди, отдыхая с которыми, на работу может захотеться еще во время отдыха. Итак, обычная пятигорская семья приехала отдыхать в Юрмалу. На, мальчик, на! Забери мячик, забери! Иди сюда, Рональдиня Хренова! А, тете Дарьев, спасибо, мальчик! Блин, а! Сразу! Да, Галя! Да дети, кто их придумал, а! Все, мы в Юрмале, да, приехали. Отдыхаем, мамочку привезла. Вон, Владичка в песочке играется. Галя, подожди. Да ты убьешь этого комара или нет? Что, тебе играться нечем? На мячик! Ой, Галя, Юрмала, это рай. Я тебе говорю, лучше курорта в мире не найдешь, да? А вы где отдыхаете? В Барселоне. А как там погода? Дождь, гроза, ну, слава богу! Ну, а че ты, Галя, хотела? Это ж тебе не Латвия, конечно. Люба, можно я чуть-чуть погреюсь? Пять минут грейся и обратно в воду, понял? А Валера мой, представляешь, обручальное кольцо в море потерял. Не, не нырял. Бросал, разводился тут со мной. Все, Галя, пока. Это вам там в Барселоне делать нечего, а у нас тут курорт. Мам, я кушать хочу. О, только три часа дня он уже кушать хочет. Ладно, солнца нет, не сгорим, на сметану ешь. Ма, а мы вечером в тир пойдем? В тир? Конечно, пойдем. Мы же с Кавказа в Европу приехали пострелять. Ты когда-нибудь башкой своей будешь тупой думать, нет? Валерый кусок. Люба. Ты кольцо нашел? Цепочка подойдет. Подойдет. Садись, грейся, Ихтиандр. Люба, может, я 50 грамм бальзамчику, а? На сугреву. Чего? А что, я слышал, что это типа лекарства. Валера, совесть имей. Мы тебя только от этих лекарств вылечили. Валера, это же этот, как его? Ну, этот, ну... Ну, понял я, не он это. Ну, как это не он? Что, у меня глаза, что ли, повылазили? Дура себе совсем. Телевизор не смотрю, что ли, по-твоему? Ну, этот, как его? Шумер, Фредди Меркури. Мужчина, что вы пялитесь на меня? Че? Че, тебе жалко? Пусть аппетитный вечер нагуляет. АПЛОДИСМЕНТЫ Да он же меня глазами раздевает просто. Раздевает. Ты моего Валерочку недооцениваешь. Он уже на балконе курит. АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, что вы мне хамите вообще? Че тебе хамлю? Я че сказала, что ты тварь? Или крыса облезла? Я ж этого не говорю. Ну, это безобразие какое-то. Да, мамочка. Че, говоришь, суставы ломит? Так, быстро все собираемся и в гостиницу. Гидрометцентр сообщает, что будет дождь. Быстро! Нигде так не ждут Новый год, как в детском саду. Ну, а такой ребенок наверняка был в каждой группе. Так, дети, здравствуйте. Картункова в угол. Зачем я еще ничего не сделала? А что, мы ждать будем? Иди. Картункова в угол, картункова в угол. Так, все, тихо, ребятки. Сейчас мы будем разгадывать загадки. Ножницы, огурец, расческа, груша. Так, Картункова, ну, если ты самая умная, может быть, ты нам загадку загадаешь? Лает и кусает, потому что ее никто не раздевает. А? Кто это, а, Екатерина Ивановна? А? Так, ты у меня останешься без запеканки? Пофиг. А вот Дедушка Мороз придет на Новый год и спросит, кто себя плохо вел в этом году? И что ты скажешь? Толик. Какой Толик? Сердюков, прикинь? Так, ты у меня весь день в углу простоишь. Все, детки, тихий час, всем спать. А кто не будет спать, поставлю в угол Картунковой. Что такое Олимпийская деревня? Это место, где люди в спортивных костюмах разговаривают на разных языках. Отсюда вывод. Город Пятигорск – это классическая Олимпийская деревня. Итак, обычная Пятигорская семья перед Новым годом. Да-да, Галя, что хотели с нами Новый год встретить? Ой, блин, а нас дома нет. Мы это, в Египте. Ой, Галя, дорого разговаривать, давай. Фух, вроде все взял. Я вроде как от телеусовых отмазалась. Ага. Что, горошек взял? А то я же салат нарезала. Ой, а горошек забыл, прикинь? Как горошек забыл? А как же? Все, сыночек, разрежай елку. Ложись спать. Встретили Новый год. Лёх, ну что ты завелась? Ну вылетела из башки. О, что у тебя туда все время что-то вылетает? Прям не башка, а Шереметьево. Иди давай за горошком, я тебе сказала. Так магазины за... Ма, помоги Дедушке Морозу письмо написать. Ты что, еще не написал? Да что ты с башки вылетела? О, Шереметьево 2. Пиши. Прям так и писать. Дедушка Мороз, подари мне айфон. Ну пиши, раз у тебя совести нет. Ну мне Дедушка Мороз обещал. Дедушка Мороз тут сначала обещает, потом трезвеет. Айфон, айфон. Вообще айфон дарят детям, которые учатся на пятерке. А ну неси дневник. Вот, смотри, все пятерки. Вот пятерка, вот в конце тоже все пятерки. И еще. Я сколько раз тебе говорила, что дети, которые хвастаются, Дедушка Мороз им подарки что? Не приносит. Видишь, глаз моих, все. Вот, горошек, Люк. А что, в руках? Люк, тебе нужен горошек или нет? Да давай, что ты глянь. Люк. Чего? Люк. Чего ты хочешь? Ну, Люк. Чего ты? Ну, Люк. Да, чего ты? Ну, Люк. Ну, пойди там в морозилке возьми. Только 50 грамм. Соседка, выручай, горошка нет. А то, представляешь, оливье на балкон поставила. Видимо, вороны весь горошек поклевали. Вот что теперь делать, а? Ой, прям горошка нет, конец света. Нет горошка. Вороны, говоришь? Валера, птенчик, а ну иди сюда. Ты что, ошалел? Ну, Люк. Люк. Чего она там хоть понаготовила? Ой, да что она там наготовить может? Оливье, холодец. Холодец. Интересно, вкусный. Так себе. Чего еще? Ну, бутерброды с икрой. О, а ты икру купил? Так ты ж не говорила. Ну, иди купи. Так магазины закрыты. Ну, горошек же ты купил. Мамулечка, тебе чем-нибудь помочь? Да, купи айфон себе. Мамуля, с наступающим. Ой, доча моя, моя красавица, моя. Сям маму. Стараюсь, мам. А вышла замуж за эту квазимоду двухметровую. А я тебе доча... Здрасте, Любовь Ивановна. Ой, дядюк. Вот кого рада видеть, того рада. С наступающим вас. Спасибо. Катя, мы идем. Да, я уже поздравила. А куда? Как же я твою баранинку любимую приготовила? Как ты любишь. Она у вас очень вкусная, но мы правда торопимся. Ай, ну, гуляйте, идите, пока молодые дочи. Давай, маму. Давай. Баранинка у меня вкусная. А знаешь почему? Потому что это свинина. Три года жрал, за ушами трещало. Тоже мне гурман, прости господи. Люба, встречай добытчика. Икорочка красная. Икорочка черная. Балычок. Коньячок. Ты где это все нарыл? Люб, не поверишь, соседи сверху прям не балкона, гипермаркет. Ну, Люб. А. Что, может старый год проводим? А давай. Давай, давай. Валера. Ага, что? Валера. Ага. Ну что, ты ничего не замечаешь, что ли? Господи, Люба. Это же то самое платье. Погоди. Которое тебе было велико. А ну давай сюда. Ишь. Господи, 11 часов в матери еще нет, а? Кстати, а что мы все время твою маму зовем, а мою нет? Ой, радости сколько мне с твоей мамой Новый год встретить. Придет, сядет в уголок, скукожится, молчит и вяжет. Прям не свекровь, а человек-паук. А твоя мама прям Бэтмен. Ты смотри, при ней так не пошути. А то дед пошутил, она ему такой подзатыльник дала, он челюстью воробья сбил. С наступающим! Мамочка. А где мой внучок, моя кровиночка? Бабушка. Ты у нас учился хорошо, и поэтому под Новый год мы решили подарить тебе айфон от меня и от дедушки. Ой, мам, что ты всех перечислять будешь? Сынок, от всех от нас. Ой, аккуратный. Ой, Валера, быстро! Открывайся, давай, 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 давай. А мы думаем, что эти рестораны лучше с семьей? Да правильно, давай, давай, давай. Баранинку любимую твою, давай. Валера, говори тост. Ну, за лося. Да, как он, за лося, я скажу. Тихо. Ой, уходящий год, год семьи. Наступает год Олимпиады. Вы знаете, в Олимпиаде, как и в семье, бывают слезы, разочарования, победы, радости. Но самое главное, что она есть. И самое главное, что она наша. С Новым годом! С Новым годом! Уважаемые пассажиры, в здании вокзала работает кафе Рио-де-Жанейро. Мы обслужим вас с улыбкой. У нас всегда можно вкусно поесть. Ну, кого она обманывает, я не понимаю. Ой, скукотища. Ой, да. Танюх, а ну-ка накати. Что, с утра, что ли? Тань, радио, накати, ты что? Тань. Ой, слушайте. У меня вот в деревне, ой, девчонки. Что опять? С мужиками, ну, совсем дефицит. Квасят все, не жалея печенки. Да. Каждый третий в стихушке вообще лежит. Ну, за кого, скажите мне, выйти замка? Ну, не за психа. Ну, а за кого, спрашивается, будут дети, а? Хотя, есть в администрации один непьющий. Путин, что ли, на портрете? Смешные вы, девочки. Ну, а я у супруга недавно... Так, так, так. ...в пиджаке две помады нашла. Представляете? Да ты чё? И что теперь в результате, так? Да всё нормально. Одна подошла. Но зачем вот помада? Зачем, да? Мужу не понимаю. Реально не понимаю, что ли? Муж, он губы обветрил, а? Муж, ты будешь? Ну, ты, Таня, тупая. Как-то бабка моя в тёмной ночи. Да ты чё? В сорок третьем тревоженном году. Да, год тревожный был, да. Повстречалась с бравым военным И влюбилась в себе на беду. Ой-ой-ой. В лунном свете сияли Красота. Золотые вагоны. Ну, а ты, Таня же. А с утра оказалось... Чё? Чё? Он немецкий полковник. Бывает такое, а? Бывает. Это вообще... Ой, девчонки, смотрите, мужчина. А так это... С той блондинкой, ну вы ли ты мой? Да какой вы ли ты? А блондинка, ну копия Нина. Ну, какая копия Нина? Ну, соседка из 37-й. Ты чё, не видишь? Но ведь мой на работе. Ну, посмотри же. Это я точно знаю. Ну, тебе виднее, конечно, да. Ну, уж очень похоже. За одно лицо. Ну, ты, Таня, тупая. Почему? КВН был на прошлом банкете. Ой, это интересно. Я подсела за столик жюри. Ну, ты, Таня. Знаете, чё сказал мне на ушке? Чё, 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 чё? Приветик. Ух! Проболтали всю ночь до зари. Я представляю. Страсть повергла в пучину. Ой, мамочка. Об одном только помню. Ну, расскажи, чё. Девки, какой был мужчина. А какой вот не помню. Бывает. Бывает. Конечно. Девушка, поменяйте беды лицу. Мужчина, поменяйте кафе. Надоело терпеть их капризы. Насколько можно. Сами справимся. Без мужиков. Да, конечно, справимся. И не надо чинить нам машины. Вот именно. И не надо нам ваших цветов. И звонить нам не надо. И забудьте свидания. И не нужны нам пятёрки. Ну, ты, Таня, тупая. Ты не точек, да, сказала? Что делаешь, а? Э, вот живём, девки. Вот как в сериале. Да. Вот как рабыни и зауры. Честное слово, паша. Да скалываем мы как? Нет, хотя если смотреть, ну, девочки, объективно. Ну да, если да. Мы другие совсем персонажи. Это да. Я как Женнифер Лопес. Ну, тебе виднее, конечно. А я? А я, посмотри. Наталья Ореро. Глаза. Глаза. Девочки, слышите? А это сидят наши мачо, да? Нет, девчонки, смиритесь. Это не Рио-де-Жанейро. Всем известно, что большинство событий и истории 12 стульев происходило в городе Пятигорске. И только у нашей команды есть замечательная возможность показать жизнь потомка одного из героев этого произведения. Итак, знакомьтесь, Грицацуева Елена Петровна. Что значит пакет бесплатно? Может, еще ключи от квартиры, где деньги лежат? Гля, деловая какая, а! Мам, привет! Доча, привет! А ты что на рынок приехала? Да детей хочу одеть. А правильно, детей надо одевать. А кто ж кроме нас детей-то будет одевать, правильно? Деньги есть? Да, есть. Да знаю я, ваши есть. На 10 тысяч. Особо деньги не трать. Спасибо, мам. Спасибо. Конечно, спасибо. Конечно, спасибо. Че ж не спасибо? Мать корячится тут с утра до вечера на этом рынке. Че ж не спасибо-то, а? Вот тебе вынь да положь. Дай, 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 дай. Когда ж вы с моей шеей-то слезете уже, а? Мать же тут с трех утра стоит. Мам, рынок с семи. Я знаю. А я с трех. А? Потому что ящики воруют, куда только Путин смотрит. Мам, медведев президент сейчас. Вот видишь, Оля, президенты меняются, а мать у тебя одна. Оля, запомни, меня на один год хватит, больше меня не хватит. Ты уже так семь лет говоришь. А я вот говорила, говорила, а сейчас все, срок годности матери истек. Вот так приятно, если я буду ковырять? Че вы ее ковыряете? Выбирайте все подряд. Залина, а ты че картошку на пять рублей дешевле поставила? Я говорю, Залина, а че ты карто... Залина, ты че картошку поставила на пять рублей дешевле? Я понимаю, что я с утра тебе уже три мешка перекинула. Что же ей на пять рублей дешевле ставить, что ли? Я вот думаю, десять тысяч не мало. Думаю, нет. Думает она. Думать головой надо было. Когда замуж выходила. Мам, мы, между прочим, с моим мужем идеальная пара. Доча, идеальная пара? Это Новодворская и Вассурман. Вот это была бы идеальная пара. А то, как замуж выскочить, так мы умеем. А как деньги просить, так у матери. Мам, ну че ты такое говоришь? Он хорошо зарабатывает. Пойди, он там работает. В Газпроме. Ирка, а где твой зять работает? Директор фирмы? О, а у нас в Газпроме. То, что он возит газовые баллоны на мотороллере. Это ничего не значит, что Газпром. Сейчас Миллер в джакузи перевернулся. Господи, когда ж ты ума наберешься? Ума. Ума и нерв. Поторгуй. Я сейчас приду. Света наливай. Американ бой, Американ джой, Американ бой. Че, дочь, продалете мне? Да, петрушку. Это моя золотая. За сколько продала? Пятнадцать. Пятнадцать? А ты знаешь, сколько сейчас стоит пучок петрушки, а? А ты знаешь, что с пучком петрушки можно прийти на день рождения и сказать «Поздравляю!»? У него что, день рождения было, что ты ему подарила пучок, а? А сколько? Шестнадцать! Оля, 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 Оля. Я ж тебя Викой хотела назвать. Если б ты мать пос... Ой, зятек, здравствуй. Здрасте, здрасте. А че ты стоишь там, как бедный родственник мой? Болит? Болит. Больницы был? Был. Че сказал? Упал. Правильно так и говори. А еще раз ко мне участковый придет, я тебе вторую нову сломаю. А я, между прочим, десять тысяч детям дала, чтобы оделись, да? Спасибо. Пожалуйста, да. Только ждешь от вас, что спасибо. А ты помнишь, что у тебя дети есть? Я помню. Ага, кто у тебя там? Сын. Сын. Как зовут сына? И? 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 Иго. 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 Иго-го. Иго-го, о. Ирка, как зовут внука твоего Леха? Ну, вы вообще без фантазии. У нас иго-го. А ты знаешь, что ему подарили дети подкову во дворе? Подкова это на счастье. Да, ему дверь на ноги. А ты знаешь, что дитё цыгане шарахается, боится, что его уведут? Мать вам сует-сует, 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 как паровоз, а? Ну, хоть какая-нибудь отдача бы, да? Я вам шубу дарил. Вы, наверное, забыли уже, да? Да я в жизни этого не забуду. Я ж не как панда. Я ж три месяца не могла до рынка дойти. Меня гринписов целый ловили и в лес увозили. Так сказать, мою естественную среду обитания. Ну, мать! О, мать и мать! Вот поэтому от вас муж и ушёл. Что такое, говоришь? Ой, господи. Это что же он меня стапом попрекнул, доча? Ой, горе-то горе какое! Мужчина, выбирайте лучок. Гори-то как... Да сам ты гнилой, о! Ммм! Не лукомёд! Будешь... Нет, не хочу. Иди домой, вся раздетая, раздутая, сама по рынку она будет. Я сама детям куплю одежду. Деньги забери. Да не нужны мне твои деньги. Залина, го, стоишь там. Посмотри за лотком. Пойду внукам одежду куплю. А кто Залина, как не я, вот? Привет, ба. Привет! Твои родители только ушли. Да я знаю, мать просила тебе деньги передать. Две тысячи? А где остальные? А на остальные я поеду в Рио до Жанейро. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот порода, а! Весь деда! Иго-го, внучок, куда ты поскакал? Иногда популярные артисты гастролируют. И рано или поздно приезжают в Пятигорск. И так единственная. А потому всё равно сколькизвёздочная гостиница в городе Пятигорске. Уборка номера. АПЛОДИСМЕНТЫ Женщина, в шесть часов утра. Какая уборка? АПЛОДИСМЕНТЫ Так, а где пепельница? Я не курю. Я курю. Так, а это вы вчера у меня убирались в номере? Ну как убиралась? Заходила. А деньги зачем со стола взяли? Ха! Ты чё, в школе не учился? На занавески. На какие занавески? Тут нет занавесок. Ну значит будут. Ладно. А в туалете почему свет не горит? Господи, да чё там тебя разглядывать? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ха! Серёга Жука в руки вверх! Да, Сергей Жуков. Ну? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну? Чё, не узнаёшь меня, а? 98-й год! Это ж я тебе на концерте В голову туфелькой попала А чё ж ты туда камень-то положила? Вот ты даёшь Как бы я тебе с последнего ряда стадиона До тебя допросила бы Ну надо ж, слушай Я так фанатела от тебя вообще Я даже поправляться начала, когда ты начал поправляться Только ты как-то смог остановиться А я как-то нет Слушай, я сейчас напарнице Таньке позвоню вообще Да подожди О, это пока до Стаса Михайловна припева не дослушает Трубку не возьмёт Алё, Танюх Танюх, зайди в 308-й Зайди Ну тебе же сказали Ноги подними Пусть женщина полы протрёт Не-не, Танюх Тут ситуация нестандартная Чё такое? Ты не поверишь, какие люди в Голливуде Серёга Жуков, руки вверх Серьёзно? Тот самый из Москвы? Значит ты Ты Стаса Михайлова видел? Ну видел Слушай А чем от Стаса пахнет, а? Я чё, нюхал его? Прозевали момент, да? Ну ты тоже хороший Знаешь, мне вот эта песня нравится Колечко, колечко, кольцо Так это не моя песня А я ей не говорю, что это твоя песня Я просто говорю, что она мне нравится Давно это было давно А ты чё, кашляешь? Заболел, что ли? Да, горлышко немного Таню? Поняла Танюха у нас в этом деле спец Да зачем? Да ладно, чё ты, не стесняйся У тебя карты есть? Есть Слушай, давай в секс на раздевание сыграем? Чё такое говорю-то? Слушай, давай секс на раздевание сыграем? А, не, правильно говорю Да ты не стесняйся, я тебе говорю Да, картошечка О, картофан? Нет, я давай Давай, давай, давай Носом вдыхай, ротом вдыхай Потому что есть картошка у тебя На картошке ты вздыхаешь зря Ну чё, как дела? Ой, розовенький какой Молодец Танюх, а ну сфотой нас добавить Давай, давай, давай Так, подождите Давайте только потом вы уходите Всё О, конечно Высчет? Да Ага, в чёчку меня поцелуете, да? Угу Алло Сейчас, секунду Не, 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 не уходи Сейчас она придёт, ага Ну хорошо, давай Кто звонил? Никто Спасибо Оль, не знаю Я тебя вообще не понимаю Если б тут Стас Михайлов был Я б с ним давно уже Да ты уйдёшь или нет? А, поняла Ухожу и включаю пылесос Серёжа Нет, вы нормальные? Нет Ну у меня концерт завтра с утра Ну отдыхать надо Давайте всё До свидания До свидания Мне ещё душ принять надо Ты подойди поближе Присядь со мной Я не могу тебя так долго ждать Как быстро ночь промчалась И губ слиянию нежных Мне больше никогда не испытать Ты нормальная? Нет вообще? ТЕЛЕФОН Алё Да, дорогой Где, где? На работе Пылесошу Станька Где я? Какие мужики? Да Лежит тут в кровати Сергей Жуков Ждёт меня Чё ты там свистишь? Зубы ставь Смеётся он Да знаю Знаю Что сама виновата Давай Послушайте Вот мне кажется Подожди, Серёж Прости У нас ничего не получится Да нет Да дело не в тебе Просто понимаешь У меня, как у миллиона Твоих поклонниц уже давно Семья, дети Бытовые проблемы Ну, всех нас связывает одно Это яркое Воспоминание О тех временах Когда у нас не было Детей, семьи Бытовых проблем Спасибо, Серёж Спасибо Таня Не надо уже Выключай Просто контакта не было Да, ты права Контакта не было Есть люди Встречая которых Легко расстаться Со своим добром Итак, представьте Автобусная остановка Шесть часов вечера Илька Светка Наташка Что вы делаете? Гадаю Я ж гадалка Молодая, красивая Позолоти ручку Всю правду тебе расскажу Чё у тебя сзади Чё спереди Что? Ну, чё было, чё будет Чё ты дрожишь? Мужика у тебя давно не было Как вы узнали? По руке? По лицу Ну, рожа у тебя Послушайте, женщина Где? Я что? Да ты чё, мне только 13 лет Давай 10 тысяч За что? За молчание Какое молчание? Ах, нет, тогда слушай Всю правду тебе расскажу Как необходимо жить С кем не спать А с кем дружить Погадаю А с тобой рядом Кто и ты, надеясь А на что? Это ж как песня у цыган Молодая Да что вы делаете? Эй, молодой, красивый Как Спартак сыграл? Проиграл Фу, ты ставка не сыграла, а? А что так? Вы же гадалка Да тут же наши играют Тут хрен угадаешь Да вы шарлатанка Правильно говорят Цыгане врут Кто тебе? Кто тебе сказал? Цыгане Врут тебе твои цыгане Муж от тебя ушёл Как вы узнали? Час Всё-таки есть во мне чё-то Так, мужа, я тебе верну Только деньги вперёд Ну, хорошо Я надеюсь, у вас есть квалификация А то Ко мне даже Лужков с Харатьяном приходил Может с Батуриной? Может с Батуриной Я всё время путаю Опять ты Тебе сколько раз говорили Чтоб тебя больше тут не видели Давай иди, пока я тебя на 15 суток не закрыл Чё ты вылупила Сидеть По статистике Никому в России Люди не доверяют Так, как цыганкам И никто не проверяет Так, как полиция По мотивам Бессмертного произведения Безе Кармен Это было Обычное утро На Казанском вокзале Пёстрой толпой На перроне Появились цыгане Серьги, золото, телефоны, зарядки, тонкие и пульты Среди цыган особенно выделялась красавица Кармен Юная, невинная, многодетная цыганка В то утро я пришла на работу вовремя Ведь как можно опоздать туда, где живёшь? День обещал быть прекрасным Бели птицы, светило солнце И к тому же один человек собирался передать мне крупную сумму денег Осталось только выяснить, кто В этот момент на вокзале появился летучий эскадрон ППС Ревностно следящий, чтобы никто на вокзале не нарушал закон бесплатно Мы вокзала, гордые, марины Аудиторы, паспортов Молодой сержант Хосе был ослеплён красотой молодой цыганки И поэтому решил пофлиртовать с ней Документики предъявляем гражданской Кармен понравился его игривый тон И она решила продолжить разговор Отвали, начальник Их диалог заметил капитан Цунига Капитан Цунига был истинным представителем закона То есть имел о законе весьма смутные представления Отстань от девчонки! Она в этом месяце уже платила Прошла неделя, но жгучая цыганка не выходила у Хосе из головы И вот в один из дней он решил открыться, Кармен Кармен, я это, хочу от тебя детей Да легко! В этот момент на вокзале появилась невеста Хосе Ночная бабочка Микаэла Которую с Хосе связывали долгие теплые экономические отношения Ночная бабочка Я живу на тебе три раза, Кобель Так Хосе потерял Кармен Прошло 30 лет, но не для РЖД Все эти годы он продолжает искать Кармен Хосе уже совсем отчаялся, но вдруг его осенило Объявление по вокзалу Стойте, не стреляйте! Стреляйте! Так добро победило зло Ведь, как мы помним, полицейские были коррумпированы А Кармен на самом деле была сотрудницей отдела по борьбе с коррупцией МВД России АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, по крайней мере, у нее было такое удостоверение Друзья, любите классику, особенно Кармен Говорят, добрая песня лечит И когда человеку плохо, он идет в караоке-бар А я сяду В Кабриолет Можно еще раз, пожалуйста? Девушка, мы закрываемся 68-й трек Почему так путаются мысли? Потому что мохито пивом не запивают Почему так часто меркнет свет? Потому что выключаю, намекаю, что домой пора Я к тебе пришла из прошлой жизни А че тут задержала? Чесала бы В этой мне с тобою жизни нет А я... А я... Так, стоп! А ну, выключай давай Вы зачем мне выключили песню? Не, ну тупая Чтобы ты сейчас домой пошла Вы тут до последнего клиента Кто последний, тот решаю я А я... Че ты? А ну, не ной! На ум... Не поняла Я достала его с другой Ну-ка, Гриша, неси вина Я ведь тоже разведена Оля... Амалия Че там амалия у тебя случилась? Говори Мы вообще встречались с ним за школой Да понятно, ага Он уже тогда мне изменял Ах, параллель И в больнице, и на стадионе Ого! Да, он своих привычек не менял Ага Изменил мне с лучшей подругой Вот колбаску бери И не с лучшей тоже изменял Поцеловались? Только в перерывах Ну, между тем, как он мне Изменял? Бинго! Ну, ничего, ничего! Скоро будет хаос на планете И мы все мучительно умрем Вы зачем мне это говорите? Чтобы ты не думала о нем Изменял! От изменам людям очень больно Плачет дети, рушится семья Как же можно быть такой скотиной? Вам часто изменяли? Мне ни разу Изменяла я Изменял! Ты послушай опытную бабу Не прощай его, если придет Если раз мужчина оступился То свинья второй раз грязь найдет Поняла? Поняла! Ни любви, ни тостки, ни жало Не прощу! Никогда не прощу! Никогда не прощу! Ты не прощу! Вот давай выпьем! Амалия! Прости меня за все! Сиди камнем Не оборачивайся, сиди камнем Он с цветами? Нет Сереженька! Амалия! Ой, в каждой русской женщине Загадка Что не разгадаешь Никогда Что же движет нами Непонятно То ли тупость То ли доброта Зай! Зай, у тебя тут помадочья Да женщина в автобусе притерлась Ну надо же аккуратней, зай Не, ну тут явно тупость же Ну а такая ситуация Могла произойти В любом уездном городе Пакет будете брать? Всем лежать Это ограбление! Деньги давай сюда Пистолет повыше Что? Пистолет повыше Вот так вот Левее Вот так вот Спасибо Лукинский Пошел нафиг С Новым Годом Выручку давай Слышь Я директору выручку не даю Думаешь тебе и отдам что ли? Я тебя сейчас убью Если ты меня убьешь Я тебя ударю Ты что меня не боишься? Послушай меня Я в Махачкале Три года свининой торговала Я ничего не боюсь Слушай А где ты такие колготки взял? Что это за фирма? Я просто ищу Семен Петрович Уважаемый человек Вы же наш директор Опять цирк устроили А что ты мне выручку не отдаешь? А я сказал Ничего не дам вам Тема приветствия Мик и Маус И все-все-все Ну раз все-все-все Значит и немцы Где-то на фронте Где танки? Не скажу Ты думаешь Если мы тебя Повесить не смогли Расстрелять не сможем Зачем ты уничтожила Наш продовольственный склад? Вот вы даете Вы же меня сами В нем на ночь закрыли Как найти нам Сталина, говори? Че его искать? Вы про него Они идут, расскажите За вами сами приедут Эти русские Над нами издеваются Мы поймали партизан Что, Ольга? Предала нас? Ты там давай Стой, не выступай Закройте их На продовольственном складе О, слышал? На продовольственном складе Идите пожрите Через полчаса уходим Сидоров Руки помой Петров, че такие грязные В плен-то залез Прям выйду, поубиваю вас Сначала их поубиваю Потом выйду, вас поубиваю Да хватит! Говори, где танки? Я не скажу, где наши танки Да зачем нам ваши? Ты нам наши верни! Где танки? Слушай, ну зачем тебе танки? Ты же девочка Алло А я сколько раз говорила Не звоните мне в плен Ромен, дорого Давайте Иди сюда Наши сейчас там через полчаса Мост будут взрывать Мне на тот берег надо Я пойду, ладно, давай Ты никуда не пойдешь Так, мисс Анорексия Ты не поняла? Я говорю Номер окончен Я ухожу Мне пора, давай За то время, которое мы играем в КВН Наша Оля замахивалась на всех Кроме, пожалуй, Шекспира Итак, Ромео и Джульетта Недалеко от Олимпийского Турина В Вероне, где встречали нас события Там две семьи вели междоусобные бои И не могли унять крамопролития Но много лет минуло с той поры Дружны теперь Монтекки с Капулетти Две некогда враждующих семьи Объединила ненависть к Джульетте Поймите же, друзья, это война Тут либо мы, либо она Да Сейчас вот Новый год и 10 выходных Вновь из Вероны увозить родных Нет Она ж как по Вероне ходит пьяненькая Ее боится даже младшая Емельяненко Убьем ее Да Возьмем ножи и сердце ей пронзим Она идет Потом договорим Ты где была всю ночь? Вновь изменяла мне? Об этом говорят по всей Вероне С каких-то пор Разрад считается грехом в стране, в которой правил Берлускони О, 9 утра Пора ложиться спать А то мне в 9 вечера вставать О, Господи, ну как мне с нею жить? Не раскисай, быть может, отравить Запробовал Взял литр яда Пригласил в фамильный склеп Она яд выпила Спросила сразу, кто производитель Короче, теперь в Вероне яда больше нет Сейчас перешла на стеклоочиститель Ну раз уж невозможно отравить Один лишь выход Сердце ей разбить Она идет! Вот Походу, скоро станет холодней Чего? А что-то белки стали пожирней Прости, Джульетта, за дурную весть Признаться должен У меня другая есть Сказал, как выстрелил Твои слова, как пули Они мне сердце девичья погнули Ты кто такая? Это Дездемона Она меня безумно любит Да Тогда к ней будет два вопроса Слушаю Ты верующая? Нет Тогда вопроса номер два не будет Что ж, нет повести печальнее на свет Оля, 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 Оля Сумас! Что ты делаешь? Она меня ударила Оленька, успокойся Сегодня финал, прости ее Ага, знаешь что будет, если я ее прощу? Акела промахнулся Акела промахнулся А им уже новый вожак Да-да-да-да-да-да-да Случаи в семье. Привет. Ну как встреча выпускников? Зай! Ты чё, меня ждал? Ты по мне скучал? Конечно, скучал. Тебя пять дней не было. Зай! Ну не ругайся, мы так классно отдохнули. Я всех-всех увидала, представляешь? Муж Смирновый напился, подрался с мужем Петровым. Так, стоп. Это что, с мужьями тоже можно было приходить? Зай, у меня ровные ноги. Я тебе говорю, это что, с мужьями тоже можно было приходить? Представляешь, они нарушили правила. Ты почему так долго? Ну мы сидели, вспоминали. Что? Где я живу? А вот, почему ты не вовремя, да? Дети спят? Спят. Дома убрано? Убрано. Есть, есть. Есть. Знаешь, я вовремя. Что, сынок, явилась твоя ненаглядная? Мамочка, мамуля приехала. А ничего, что я шесть лет назад приехала? Шесть лет? Вы, наверное, кушать хотите? Зай, я так есть хочу вообще. Да ты посмотри, она же никакая. Можно подумать, я каждый день хожу на встречу выступников. Зайкнула. Зай, я беременна. Что? Чем поверил, я пошутила. Конечно, поверил. Семь раз она не шутила, тут бах, пошутила. Зай, дайте куртку купим. Ольга, ну что ты деньги взяла? Зай, дай три тысячи. Откуда? Ну мы ж на куртку откладывали. Так, а ну быстро спать. Маша, подумай, я как... Я спать сказал! Ни для кого не секрет, что в Европе существует такое явление, как секс-туризм. А у нас в Пятигорске его нет. Потому что высокий моральный облик города уже много лет охраняет ООО «Желание». Значит, вы говорите, исполняете любые фантазии. Строгая учительница, порочная медсестра и беспринципная полицейская? Скажите, а можно всех сразу? Отлично, жду. Кто там? О-о-о-о, желание. Ни хрена себе девятый этаж без лифта. Девочки, заходим. Здрасте. Здорово. Добрый вечер. Ну, кто тут решил наказать всю бюджетную сферу? Фамилия? Диланян. Очень приятно. Таня, Катя, Ольга Александровна. Подождите, здесь какая-то ошибка. Я вызывал благородных представительниц древнейшей профессии. А тут еще круче древнейшей представительницы благородных профессий. Так вы что, настоящие? Ну. А зачем вы этим занимаетесь? О, дорогой. Ты расценки видел? Я за эти деньги либо в школе месяц буду говорить, как это плохо, либо здесь час, как это хорошо. Так что, как говорится, начинаем классный час. Ну, с кого начнешь? Ой, что-то сердце прихватило. А, Танька, ты фартовая. Куда ни приедем, мужики с тебя начинают. Я не это имел в виду. Так, давай выбирай быстрее, у меня перерыв заканчивается. Действительно. Ну, давайте с полицейской начнем. Ну, давайте. Неправильный ответ, Диланян. Ты вот сейчас себе десертом аппетит испортишь, потом основные блюда не захочешь. Послушайте, девочки, я так сразу не могу. Ну, может, вы для начала, я не знаю, потанцуете. Да, господи, я не могу. Поехали. Девочки, давай, забегай. Девочки, Даня, Катя, Ольга Александровна. Ну, я не знаю, ну, добавьте чуть-чуть и ротики. А это что, по-твоему, было? По-моему, это порнография. Так, ты меня достал. Катя, давай, пристегни его. Таня, простимулируй. Давай, давай. Аллергия на препараты имеется. Что за препараты? Отпустите меня. Девочки, вот вам тысяча долларов, а я пойду. Ну, что, звоню? Давай. Алло, Натаха. Ну, вроде как твоего отводили. Ага. Чей там следующий адрес? Раечка, диктуй. Наша служба и опасные трубы. Друзья, в последнее время на дорогах появилось очень много женщин за рулем. А на нашей родной земле они еще и таксуют. Слушай, а походу у тебя ремень этот ГРМ на зуб перескочил, да, поэтому движок и потраивает. А так вообще я в велосипедах не разбираюсь. Здрасте. Свободны? Тысяча. Аэропорт 300. Поехали. Че, стекла запотели? Че, пьяненькая? Нет. Я, что ли? Хочешь, а не идут расскажу? Нет, спасибо. Ну, как хочешь. А я, прикинь, сегодня на вызов приезжаю, а из подъезда выходит немец француз и русский, а королем говорит, кто мою дочку? Да прекратите. Ага. А че это вы проституткам сигналите? А че мне их давить, что ли? Женщина, следите за дорогой, пожалуйста. За дорогой пусть Собянин в Москве следит. Знаете, вообще очень интересно, как вы таксисткой стали. Ой, это очень смешная история, как вспоминаю, все время смеюсь. Ага, утром, значит, проснулась, решила пойти в такси работать и пошла. Ага. Странное у вас чувство юмора. Женщина! Так, а почему мы тут свернули? Сейчас человечков заберем одни. Каких еще человечков? Давай, поехали, поехали, поехали. Ты рот закрой, закрой рот. Все, тормози. Хлебы домой купи. Так, знаете что? Высадите меня прямо здесь. Ага, тысячу триста. Как, я же сказала триста. А я сказала тысячу, и того тысячу триста. Да ладно. Чтобы добраться до нашего уездного города, нужно проехать на поезде. Ой, простите, вы, наверное, ошиблись, это мое место. Че, я тебя спрашиваю, че это место, что ли? Нет. Ну, рот закрой. Че ты читаешь, читай-то, Наташа. Что вы себе позволяете вообще, женщина? Что вы себе позволяете, женщина? Иногда после шести не ем, а так все себе позволяем. О, шоколадка. Могу себе позволить. Я сейчас милицию вызову. Толя, одевайся, тебя сейчас вызывать будут. Давайте тебе историю расскажу. Смотрю, все равно спать не собираешься. Почему я-то не собираюсь? Вот ты наглая вообще. Человек тебе историю рассказывает, ты спать собираешься. Вы что, совсем с ума сошли, женщина? Молодая я была. Парень к нам приехал, студент-практикант. Ну, я решила это дело не затягивать, сразу взяла быка за рога. До сих пор здесь два шрама. А с парнем что? С каким парнем? Ну, который к вам приехал в деревню, практикант. Вот ты даешь. Ты что, спала что ли, а? Да вы ненормальная. Проводник! Да, действительно, проводник! Проводник! Че вырете здесь? А-а-а-а. Билеты готовим. Итак, обычный российский двор. Сережа, сыночек, пойди поиграй с Павликом. Да оставлю, оставлю. Женщина, что вы делаете? Ты что, на сварку смотрела? В смысле? Че, не видишь, белье снимаю. Вы мое белье снимаете! Че ты орешь? Когда твой муж с меня белье снимал, я так не орала. Что? Да ладно, шучу. Орала. Слушайте, ну вы наглая вообще. Конечно, наглая. Я единственная, кто у Мавроди свои деньги назад лично отжала. Женщина, я первая сюда пришла. Первая уйдешь. Павлик, Павлик, ты зачем кирпич взял? Брось кирпич. Я тебе сказала, брось кирпич! Ну это моя машина! А это муж мой, Павлик. Он как вермуту набьется, постоянно что-то бьет. Сережа, сынок, садись на папу. Ползите домой, скоро мультики начнутся. Да оставлю, оставлю. Всем известная история о Мэри Поппинс, которая улетела, когда переменился ветер. Ну давайте немного пофантазируем и представим, что было бы, если бы ветер так и не переменился. Не надо ставить палатки там, где я летаю, понятно? Я тебе в следующий раз этот зонтик. Мистер Бенц, миссис Бенц, я к себе. Мэри, останьтесь. Чё? Где вы были всю ночь? Да будет вам известно, мистер Бенц, что леди на такие вопросы не отвечают. Скажу лишь одно, что вашего брата мистера Эй теперь я называю мистер Вау. Что? Мэри, нам нужно серьёзно поговорить. Десять минут. Хорошо. Угу. Почему наши дети плохо едят? Потому что они плохо охотятся. Как это охотятся? По-моему, это нормально? По-моему, нормально. Вы недоплачиваете мне, я недолюблю ваших детей. Поэтому, да, вы разучиваете с ними ваши странные песни. Ничего не странные, а жизненные. Изменения в природе происходят год от года. Но из то, что не зависит от погоды и от моды. Ни ангина, ни простуда, посерьёзнее беда. Лежит в мавзолее Володя. Сто лет не выносят вождя ни туда, ни сюда. Нельзя. Да хватит. Мэри, вы нас пугаете. Ушак, в чём проблема, предки? Вот, опять этот жаргон, спроси у неё. Нас вообще интересует ваше прошлое. Почему у вас все зубы золотые? Как, я вам разве не рассказывала? Тридцать три коронки, тридцать три коронки, тридцать три коронки, золотая пасть. Тридцать три коронки, тридцать три коронки, это что-то было так у вас. Да. И я, главное, всей массой, как... Прекратите апрельсы. И вообще, почему мы до сих пор не видели ваших рекомендаций? Да, у кого вы работали до нас? Я работала? Леди совершенства? Да вы знаете, кем я была? У кого квартира в центре и шикарный белый Бентли? Ни работав, ни дня упакованная и совсем нетрудно Угадать, друзья, чья любовница я? Мэра! Леди Мэра! Мэра! Леди Мэра! 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 Вы уволены! Так, мне надоели эти бессмысленные разговоры, дети, собирайтесь, мы идем гулять в парк. Ночью? Да. С детьми? Нету и страшно. Так, Мэри! Тема игры «Вера». Многие верят, что некоторые вещи можно сохранить в тайне, однако тайное всегда становится явным. Ну, здравствуй. Так вот ты какой, Павел Иванович. Подождите, женщина, какой Павел Иванович? Вы ошиблись. Разве? А у вас какие последние цифры на телефоне? 29,19? Да. Ну, значит, никакой ошибки нет, Павел Иванович. А вы кто? Я! Я своя! Как это своя? Ну, Коленька вчера при мне с вами по телефону разговаривал, сказал, Павел Иванович, я сегодня не могу, я со своей на базар иду. А я просто... Присядем, Павел Иванович. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж ты, Павел Иванович, так Коленьку работой загружаешь? Он же домой приходит, уставший, поздно. Я ему говорю, Коль, ну сядь, покушай. Он говорит, а я на работе перекусил, отвернется и храпит. Павел Иванович, от этих ваших перекусов я голодаю. А я давечу подумала, что он себе кого-то завел. Ну, у меня ж, Коленька, видный мужичок, да? А то сейчас этих шалаф прям пруд прудит. Ну, тебе ли не знать, Павел Иванович? Я что, пришла? Коленька сейчас на больничном, а потом вовсе увольняется. А вы не думали, что Николай просто влюблен в свою работу? Честно говоря, думала. А сейчас посмотрела, не. Работа серая, невзрачная. Вот я помню, я его в прошлой работе увольняла. Вот это была работа. А это так. Фу! Простите, пожалуйста, что отвлекаем вас от просмотра выступления, но мне сейчас очень нужна ваша помощь здесь, на сцене. От вас требуется только лишь присутствие и ваше обаяние. Прошу вас. Друзья, бывают моменты, когда член жюри ждет звонка от Александра Васильевича Маслякова и гадает, позовут его на игру или нет. Итак, представьте, квартира Игоря Верника за три дня до финала. Простите. Да перестань ты так переживать, а. Я тебе говорю, это Эрнст всю воду мутит. Потому что тебя зовут корпоратива вести, а его нет. Вот он и завидует. Привет. Здоров. Ну что, звонил Масляков? Да не, он сидит, ждет. А мой, как обычно, без звонка, без приглашения. Я ему говорю, Лень, а ты куда собрался? Он говорит, я веселиться. Взял скейт, коньяк и ушел. Я не могу, а у меня сердце кровью обливает. Я им сейчас сама позвоню. Я им такое устрою там. Подожди. Алло, Масляков? А что это вы Игоря Верника в жюри не зовете? А? Масляков? Я приеду, я в вашу контору там на уши поставлю. Понятно вам? А? Масляков? Ну что сказал? Я, говорит, жюри вопроса не решаю, сейчас папу позову. АПЛОДИСМЕНТЫ Да успокойся ты! Да че успокойся, Таня! Оскорбив лошадь, они оскорбили наездника! Я, главное, как дура, всю ночь пятерку вязала, а? Алло, приглашают провести день рождения Путина. Он не пойдет, у него КВН. А че так смотришь? День рождения Путина ты еще 12 раз сможешь провести. А, извини меня, 50 лет КВН один раз в жизни. Да что ж ты меня, душу-то рвешь, а? Ну я же вижу, хочешь, ну. Ну иди поздоровайся с ребятами. Иди. Беги, иди. Беги, беги, беги. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Айди, поздоровайся. Ай, побежал, побежал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ай, Танька, что не говори, а наши мужики лучше всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Как известно, все дороги ведут в Рим. Итак, трасса Сызрань-Калуга, придорожное кафе, где-то под Неаполем. А в ресторане, а в ресторане, а так и так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Господи, что, первый раз в жизни есть будешь, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сделать заказ. Мы не убиваем людей. АПЛОДИСМЕНТЫ Девушка, девушка, принесите пасту. Дома зубы почистишь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще-то паста – это вареные спагетти. Господи, чем только люди зубы не чистят. АПЛОДИСМЕНТЫ Принесите салат, Цезарь. О, а заказ-то в тему. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А почему у вас на скатерти сигаретой вы с женой слово «помогите»? Потому что у нас не курят. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть. Хех, Кристина Арбакайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы не боитесь потерять работу? Я боюсь потерять свободу. Не беси меня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот я дура-то дура. А что же я наделала-то? А вы меня теперь уволите, да? Ну говорили же, не хами, не груби. А у меня же трое детей, у меня же куча долгов, а? То есть ты думала, вот так всё будет, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Пошла отсюда! И чё они от нас все бегут, а? Повара менять надо! Да сто процентов! АПЛОДИСМЕНТЫ Когда на Новый год Дед Мороз поздравил всех и подарил подарки, он возвращается домой, где его ждёт любимая жена. Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Ха-хо-хо-хо! Ну давай, рассказывай, где ты был? Подарки дарил. Подарки, зашибись. Я, значит, партию китайских игрушек взяла, думала перед Новым годом денег заработаем. Он взял и все раздарил. Но это же дети! Дети? Это дети, да? Я год работаю, он за ночь все выносит. Я год работаю, он за ночь все выносит. Год работаю, за ночь все выносит. И так 2013 раз. Ну работа у меня такая. Устроился он на работу сутки через 364. А что ты летом не работаешь? А нет летом работы. Ты что, гардеробщица? Ты посмотри на себя, 40 лет ты выглядишь, как дед. Ты-то такой себе не выглядишь, как дед, что я тебе не дочку, а внучку родила. Мам, ты звала? Звала. Вот ты мне, Снегурочка, скажи, ты кем хочешь стать? Не знаю. Не знает она, слышишь? А что ты умеешь делать? Хороводы водить. А вот кобыле 28 лет, она хороводы умеет водить. Уди с глаз моих. Ходит он в этом пальто и в валенках, выглядит хуже, чем пленный немец. Да зато меня дети любят и уважают. А не эти ли дети про тебя стишок сочинили? Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес, любим, уважаем. Итак, Пятигорск, роддом. Да, Зай, я тут одна, ага. Так что квартира наша. Чё б я съела? Ну, купи селёдочку с конфетками шоколадными. Ага. Здравствуйте. Здрасте. Детское отделение этажом ниже. Да нет, я тут рожать собираюсь. Зай, я перезвоню. Кстати, вы слышали, тому, кто миллионного ребёнка родит, квартиру дадут? Не, не слышала. Я так тут пришла четырнадцатого рожать, а то мне с тринадцатью в коммуналке как-то одиноко. Четырнадцатого? Да, мы ему даже имя придумали. Людовик. А ваш муж будет на родах присутствовать? Нафига. Ну как, такое событие. Какое? А, и это, не. Мы с мужем сразу договорились. Я не смотрю, как он бреется, он не смотрит. Ну, ты поняла. А мне вот квартира совсем не нужна. Знаете, для меня главное, чтобы ребёночек здоровый родился. Да, да, да. Ой-ой-ой. Что, что? Ага. Квартира и не нужна. Алё. Чё, купил уже селёдочку с конфетками? Ну, умничка, не надо уже. Купи мне зефир. Ну, не простой, знаешь, со вкусом этого кресла. Ну, под... Ну, под... Ну, ты же ещё не искал. Ты меня не любишь. Это сколько ж у вашего мужа терпения? Я бы как гаркнула на тебя. Да боюсь, тебе квартира достанется. Ой-ой-ой-ой. Ой, кажется, начинается. Так, стоп. Чего? А ну, сейчас сиди. Я сейчас. Я сейчас, моя родная. Да, колясь. Мальчик, чё так долго? Да заболталась тут со мной. Ага. На приёме у врача. Здравствуйте. Ой, извините, у вас просто на двери диетолог написано. Не-не, правильно, правильно. Что? Вы врач-диетолог? А чё, смущает вас? Нет. А-а-а! Сейчас садись. Ну, рассказывай, чё там. Доктор, вы знаете, у меня лишний вес, у меня из-за этого проблемы. Извините. Алё. Алё, это милиция? Нет, ошиблись номером. Тогда слушай. Я маньяк. И я слежу за тобой. А-а-а. Это ты, маньяк, следишь за мной? Я тебе хочу сказать, хреново ты следишь за мной. А-а-а! Я б тебе даже сказала, ты меня, как это, запустил. А-а-а! Так, чё там говорите у вас, а? Ну, я же объясняю, у меня проблемы, ну... Ну всё, не нервничайте, Катюша, зайдите. Да! У вас есть успокоитель? Да! Примите. Да! Вот кого проблема. А-а-а! Сколько вы весите? Ну, 135. А хотите весить? Ну, 90. Так, 135, 90, это 45 килограмм. Ну, я не знаю. Можно ногу отрезать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что, можно? Не обращайте внимания, просто варианты перебираем. АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, я не понимаю вас. Я говорю, башка у тебя вот такая, понимаю. Так, девочки, кто следующий гидиатолог? А, я. Пойдёмте. Слушай, ну башка у тебя вот такая. По старой дагестанской традиции, прежде чем сыграть свадьбу, надо обязательно украсть невесту. Вот, Шамиль, мы украли для тебя невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это я удачно попала. Вот это поляна. А ну, малой, дай пакет. Шамиль, это твоя невеста? Так, вы кого мне привезли? Где моя Леночка? Женщина, вы кто? У меня много имён. Но ты можешь называть меня просто. Мама. Моя дорогая, простите меня и не наносите мне увечий. Ну, чё встали? Я мама Лены. Вот решила лично посмотреть, за кого моя дочечка замуж выходит. Значит, ты жених, да? Ну да. А давайте сядем за стол. А давайте, а то как-то не по-христиански. Вообще-то я не пью. Но сегодня, видимо, начну. Ну, ребят, давайте. Не-не-не, мы не пьём. Если мы выпьем, у нас потом будет болеть печень. А если вы не выпьете, у вас будет час болеть печень. Так, что это такое? Стих. Какой ещё стих? Стих – это глагол. Стих – и сел на место. Ничего, ничего. Сделаем мы из себя человека. Даже обезьяне, когда палку дали в руки, она стала человеком. А ну, на, держи. Сейчас, 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 ребят, подождём. Сейчас. Вот чем больше я на тебя смотрю, тем меньше верю в эту гипотезу. Извините, а вы надолго у нас? Чем вообще планируете в Махачкале заниматься? Да, буду свининой на рынке торговать. Знаете, что, такой бизнес у нас не пройдёт. Я тебе умоляю, сигареты сначала в спортивной школе тоже не пошли, а потом дети втянулись, как по маслу. Ты мне лучше сына скажи, любишь мою дочу? Очень люблю. Доча вся в меня. Раньше помещалась. А сколько детей планируете? Ну, вы знаете, это, наверное, как бог даст. А сам чё, не сможешь? Ну, хотелось бы просто, чтоб вот сам, без посторонней помощи. Вау, Шамиль, сынок, это есть твоя Лена? О, знакомьтесь, это мои родители, а это мама Лены, кстати. А? Мама? Папа? Вообще-то наоборот. Ничего, привыкнут. Ну что, давайте обсудим торжество. Значит, в свадьбу сыграем в Махачкале, а не в Москве, как вы планировали. Это ещё почему? У вас в Махачкале дагестанцев меньше. Ну, а потом, после ЗАГСа, сразу поедем в ресторан. Погодите, сначала же нужно невесту украсть, ну. Ой, нельзя начинать семейную жизнь с воровства. Воровать это грех. Между прочим, воровство это наш обычай. И, видимо, это у вас и на федеральном уровне так, да? Так, что по поводу подарков? Вот вы, кстати, что дарить будете? В общем, мы ему дарим дом, машину, участок возле моря и ресторан в центре Махачкалы. Ну и хорошо, что совпадений не будет. А мы, значит, смело подарим вам постельное бельё. Так, женщина, а вам не кажется, что вы слишком много на себя берёте, а? Приехали в чужой город, порядки здесь наводите, командуете. Что, не нравится? А вы, когда приезжаете в чужой город и свои порядки наводите, а? А если я на центральной площади, в Махачкале, костёр разожгу, кокошник одену и прыгать начну через него? На гуслях играть и частушки петь, а? Что это такое? Что это за лизинка? Что вы не нашли в этой лизинке, а? А ну поставь мне! Что это за мелодия, а? Что это за движение? Что это? Что это? Ну хотя бы так. Вот так бы хотя бы вы, русский народный, танцевали, а? Эх! Эх! Дорогие друзья, несравненная Ольга Картункова. И команда КВН-сборная Дагестана для вас с любовью. Дамы и господа, прослушайте новогоднее обращение к женщинам Российской Федерации. Без тебя, без тебя, все ненужное стало сразу без тебя. Здравствуйте, девушки, женщины, бабоньки. Вот уже три часа, как наступил первое число, а это значит, мы можем поговорить без мужиков. Девчули мои, на ближайшие десять дней именно нам предстоит стать сильным полом. Но ведь жалко, мужиков не вывозят они. Вот говорят, нужно повышать рождаемость. Давайте разбираться. Женщине за рождение второго ребенка дают, правильно, 300 тысяч рублей. А первому мужику, который родит, миллион долларов. Я не пойму, вы кого стимулируете? Хочу обратиться к женщинам от шестидесяти и выше килограмм. Сестры. Вот вы спрашиваете, как похудеть, может не жрать? Я вам как на духу скажу, я столько перепробовала, все такое вкусное. Ну как не жрать-то, а? И закончить хотелось бы свое обращение словами жены великого Сократа. А-а-а, это он на людях такой умный. Спасибо. Друзья, ну а такая девушка есть только в нашем уездном городе. Вот, а это я маленькая. Прикинь. О, а это я курю с военгой, это я курю одна, снова курю, это мама, снова. О, а это я своему бывшему оградку крашу. Не верил мне. А это я с Путиным в Сочи зажигаю. Да че ты врешь. И вы мне не верите. Верим. О, а это я с крыши падаю. Оль, вообще-то это не смешно. Так, во-первых, заткнись. А, во-вторых, для тебя я не Оля. А кто? Олеся. Живет в Пятигорском полесье Маньячка-убийца Олеся Поймает тебя на пушке И тюк-фу топором по макушке Олеся 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 Так люди кричат Так люди кричат Так, люди Олеся Юбилею Леонида Гайдая посвящается По мотивам фильма «Кавказская пленница». Эту историю нам рассказал Шурик. Шурику Юлик, а Юлику сам Гайдай. Позже на основе этой истории Леонид Гайдай и снял свою легендарную комедию. А вот путанный пересказ Юлика Лег в основу нашего повествования. Итак, «Кавказ. Наши дни». Товарищ Сааха, все хорошо, она ждет. Шлаб сними. Ага. Асей! Э, ты кого украл? Что страшно? Товарищ Сааха, пути-ути-ути. Ты кого украл, я тебя спрашиваю? Эй, что не нравится? Комсомолка. Да? Вообще-то в Комсомол последний раз 25 лет назад принимали. Видимо, успела. Во-вторых, спортсменка. А ты ведь спорта не додумался уточнить? Ну, ты же сам говорил, вольница. Я говорил, свободная женщина. И, наконец, извини, конечно, но я просил просто красавицу. Слушай, обижаешь. Ты ее на татаме видел? А как она поет? А ну, Нина, спой. То, что мы с девочками в стройотряде пели? Да. Че ты гонишь мусоршнягу? Не по делу. И пугаешь под лоба букалы мой. А как она? Я извиняюсь, а вы в этом вашем отряде что строили? Да что там строили? В основном валили. Я не буду на ней жениться. По закону гор обязан. Украл, женись. Правильно. Послушай, Нина, я глава района. Если б я женился на всем, что украл. У меня бы в паспорте уже страницы закончились. И вообще. Я буду плохой муж. Придется воспитать. Я буду много пить. Я буду помогать. Я буду изменять. Тем слаще будет месть. Я не хочу детей. О, я не хочу детей. А дети уже есть. Цап-цапей. Нина, у вас четверо детей. Как четверо? А где Хасик? Хасик. 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 Ни о какой свадьбе не может быть и речи. Ах так. Ну все. Сейчас начнется. До сервиза дошла. До кур дошла. До коров дошла. До Берлина дошла. Ладно. Я согласен. Он согласен! Знакомьтесь, это мои подружки по секции вольной борьбы. Бамбарбия. Кергуду. Они совершенно не говорят по-русски, но выступают за Россию. А у нас для тебя подарок есть. Вот сережки на свадьбу наденешь. Ой, девчонки, спасибо. А что, не поломаны? Ну какие уши такие сережки? Давай. Давай. Давай, пока. Наконец-таки, товарищ Саахов, мы остались с вами наедине. 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 Стойте! До свадьбы не будет! Я слышал слово «свадьба». Вы кто такой? Клиника предсвадебной пластической хирургии «Чик-чик» и «Чика». Кто невеста? Я так и думал. Какая должна быть? Не, ну тут все ясно. Тут минимум полгода надо. Э, нет. Торопиться не надо. Торопиться не надо. Год, пять, десять я готов ждать. Слушай, а ты меня достал. Тоже мне, завидный жених. Можно подумать, я себе никого не найду. Ну, если честно, так можно подумать. Что? Да вы что, вообще что ли, а? Что случилось? Оль, что такое? Послушайте, уже третий сезон. Я играю каких-то монстров. Издеваюсь над людьми. Держу всех в страхе. А взаимности от мужчин добиваюсь силой. Все сидят, смеются. Господи. Господи, как же я по этому соскучилась. Держа на белом свете, яблоку негде упасть. Трудь со спиною люди, чтоб на игру попасть. Ведь петербург вернулся, снова к тебе, Москва. Чтоб в декабре услышать главные слова. Это самая обычная история. Но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья. Закрой рот. Я тебе сказала, закрой рот. Читай еще раз условия задачи. 33 емлекопа. Чего? 33 емлекопа. 3 землекопа. Что они делают? Копают. Копают. Так, давай с русского начнем. Господи. Отец тракторист, мать прачка. Кому-то дебил такой непонятно. Мама, в школу сказали 400 рублей принести. А где мама их возьмет? Не сказали? Мама на баналь пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать? Ма. Не мамка, учи уроки. Сопля, выходи. Так, стоп. А кто это кричит? Князь. А что это ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает? Князь. А я вот сейчас твоему князю пойду уши, тапы отрываю. Шубись, мать сопли идет. Я тебя сейчас дам, мать сопли. Ма, ну можно я мультики посмотрю? Гамнюльтики. Здрасте, соседи, что орете опять? Чтоб вам было что под дверью слушать. Что приперлось? Соль займите. Вы каждый день к нам за солью ходите. Вы что, лоси? Что вы уроки делаете? А мой в приставку играет. Так, знаете, что я вам скажу? Балуйте вы своего князя. Взяла соль. Взяла. Чищи отсюда, княгиня. Барсик. Барсик. Паразит, а котлеты. Не жрет. Ладно. Валера придет, разогрею. Всем привет. Привет, пап. О, сопля старший пришел. Садись ешь. Соседка приходила. Че соседка? О, че соседка? Пожалуйста. С порога зашел. Не как жена, как дети. Че соседка? Как соседка? Че ты делай, да? Ну, че ты начинаешь? Я еще и начинаю. Я еще и начинаю. Ну, че ты? Да пошел ты. А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась. Где ты видел? Ну, на улице видел. Че, прям сильно поправилась? Да вот такая. А теперь лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, закни. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закроет. Дай мне телевизор посмотреть. Звоните. 39-77-15. Муж на час. О, Валера, целый час. Учись. Люба, да это они про электриков. Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди? Че ты сидишь? Иди коврик резиновый постели, сейчас моя мама приедет. Так может не надо тогда стелить? Я тебе сейчас пошучу. Любка опять обувь поразбросала. Это не дочь, а наказание какое-то. Мам, че ты на меня все время кричишь, как будто я тебе не родная. Так сиди, не мамкой. А где мой внучок? Бабушка! Иди, поцелуй бабушку. Ну бабушка. Иди, поцелуй бабушку. Бабушка, а можно я мультики посмотрю? Какой? Рапунцель. Это шо, про ивреев шо ли? Наши надо мультики смотреть, они доброте учат. Вот хотя бы этот, помнишь, дочь? Да. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Мама. Подожди. Пусть мама меня непременно найдет. Так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Мам. Да ты дашь мне с бабушкой поговорить, дебила, кусок. Анатолия Ирина, внука! Мам, чё ты на меня кричишь, как будто я эти неродная? Чё вы разорались тут? Чё ты вышел в сцене три человека? А чё, тёша человек, что ли? Ой, ну чё ты на меня кричишь, как будто я эти неродная? Друзья, а самое удивительное в этой истории то, что сейчас на сцене находятся самые близкие друг другу люди. Команда КВН – город Пятигорск. Команда КВН – город Пятигорск. Побед Пятигорск. Подо мной прогнулся велосипед. Я прогноз погоды хочу вести, но опять препятствия на пути. Ведь тогда прогнозам будет рад только Сахалин и Калининград. А еще я думала про стриптиз Чтоб в танце исполнять мужской каприз Но окружить не буду я на шесте Вес тут ни при чем в воспитании Спасибо КВНу хочу сказать Что мне помог себя реализовать И за то, что оценили латыши Широту не тела, а моей души Международный союз КВН приглашает на полуфинальные игры Высшей лиги КВН 8, 15 и 22 сентября На сцене Театра Российской Армии За выход в финал будут бороться Михаил Дудиков Имени меня Неудержимый Джо И многие другие Перед вами сборная Пермского края Так сказать, теплая лошадка этого сезона Может быть темная А мы может на сцене о выступлении будем думать, а не о пиве Билеты на сайте kvn.ru Возрастное ограничение 16 плюс